Подкормка перца нашатырным спиртом. Родина сладкого перца – Центральная Америка. В 15 перец отправился в путешествие по миру. Испания, Турция, Иран признали новый вкус, в Болгарии овощи полюбили настолько, что дали ему новое название. В нашей стране он тоже пришелся по вкусу, но для получения хорошего урожая нужно приложить усилия, обеспечивав условия, как на родине. Температура 13 градусов скритична для перца, поэтому культуру высаживают рассадой, чтобы плоды успели созреть в теплый летний сезон. Особенности выращивания болгарского перца. Корневая система болгарского перца развивается медленно, поэтому лишний раз ее желательно не тревожить. Перчики высаживают в индивидуальные торфанные горшечки 8-10 см восточной долгопиаметре в специальной почвенной смеси для рассады и поливают теплой водой. На заметку, оптимальное время высадки семян – февраль. Родина перца близка к экватору, где длина светового дня стабильна круглый год и составляет около 12 часов, поэтому зимой нужно досвечивать рассаду фитолампы. В таких условиях перец развивается активнее и быстрее. Перец перед отправкой в открытый грунт, когда перец подрос и окреп проводится закаливание рассады. Нужно ненадолго выносить горшечки на улицу, постепенно приучая к ветру, дождю, солнцу. Крайне важно следить, чтобы температура не падала ниже 13 градусов. Почву на участке для высадки перца выбирают легкую, рыхлую. За год до этого ее удобряют из расчета 5 килограмм органики на кубометр. Для наилучшего цветения и плодоношения осенью перед посадкой добавляю 50 грамм фосфорных и калийных смесей на 1 кВ. М. Рассаду высаживают на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Время высадки определяют по местности проживания. В теплицу пересаживают раньше, чем в открытый грунт, примерно на одну неделю. К сведению, даже в самых теплых районах никто не сажает перец сразу семенами в землю. В таком случае растение медленнее развивается и может не успеть подарить урожай. Перец не любит холодную почву, ему нужны высокие грядки, которые прогревает солнце. При посадке важно не заглублять корневую шейку, это угнетает рост. В уходе за перцем важны своевременная прополка, подвязка кустов, регулярные поливы, подкормки, формирование куста. Подкормка перцев. Подкормка – важная часть в развитии растения. Перец растет в непривычной среде, которая сильно отличается от Центральной Америки. Перец предпочитает легкие почвы, которые небогаты питательными веществами. Для того, чтобы получить хороший урожай, растения нужно подкормить. Подкормка перца. Проблемы, которые возникают из-за неправильной подкормки. На недостаток галии укажут скрученные листья при нехватке. Азота листья теряет здоровый блеск, становятся бледными и мелкими. Дефицит фосфора делает листики фиолетовыми. С нижней стороны они прижимаются к стеблю и поднимаются вверх. Перебор азота заставит растения сбросить цветы и завязавшиеся плоды. Существует большой список заболеваний перцев, самыми распространенными среди которых являются пятнистость и гнили бактериального и грибкового происхождения. Болгарский перец, которым обеспечили правильный уход и своевременное подкармливание, хорошо сопротивляется этим недугам. При отсутствии удобрения обесиленные растения, страдающие от недостатка или переизбытка питательных веществ, рано или поздно зачахнет, так и не подарив урожай. Пятнистость на листьях перца. Правильная подкормка перца нашатырным спиртом осуществляется для хорошего плодоношения. Для полноценного и своевременного цветения и формирования завязей перцу нужен комплекс калийных удобрений в сочетании с фосфорными. Азотные удобрения формируют зеленую массу, увеличивают объем листьев, усиливают рост стеблей. Считать, что азот не нужен для плодоношения, будет ошибкой. При недостатке азота растение сталкивается с нехваткой хлорофила. Нормальная жизнедеятельность растения нарушается, процессы фотосинтеза замедляются или останавливаются вместе с ростом. Быструю реанимацию позволит провести нашатырный спирт. Копеечный препарат из аптеки содержит огромное количество азота в легкодоступной для растения форме. К сведению, нашатырный спирт – это 25% спиртовой раствор аммиака. Такая форма азотистых соединений легко усваивается корневой системой без переработки бактериями. Кормить нашатырем нужно для быстрой реанимации истощенных посадок. Водный раствор аммиака не является нитратом, поэтому им невозможно перекормить. Зачастую почву на дачных участках истощена, ведь используется каждый год. В ней мало микроорганизмов, поэтому почвенный биосинтез, который разлагает органику и превращает ее в доступный для усвоения растением вещества, часто замедлен. Вносить перегной и менять состав почвы – хорошая идея с отложенным результатом. Для того, чтобы привести в чувство растения с недостатком питательных веществ быстро, нужна внекорневая подкормка минеральными удобрениями. Нашатырный спирт для болгарского перца – простое и быстрое решение сразу нескольких проблем. В каких случаях нужно незамедлительно подкармливать слабые хрупкие стебли, мелколистность, нижние листья бледнеют и желтеют, замедляется. Рост и развитие прекращается, либо не наступает цветение, растение резко реагирует на снижение температуры. Нашатырным спиртом для подкормки. Как работает нашатыр для томатов и перцев? Предотвращает закисление почвы. Закисление почвы – естественный процесс, вызванный перегниванием остатков растений, внесением неорганических удобрений. Углекислый газ, который при этом выделяется, соединяется с водой в угольном кислоту. Кислота реагирует с кальцием и магнием, и вода уносит эти соединения на глубину. Закисленная почва подходит очень ограниченному ряду растений. Деятельность полезных микроорганизмов останавливается, и большинство растений страдает. Полезные свойства раствора мягко защелачивают почву и восстанавливают естественные процессы. Избавляет от паразитов и вредителей. Раствором нашатыря обрабатывают емкости для посадки рассады, после чего муравьи и осы не появляются все лето. Полив раствором, 1 чайная ложка на 1 литр воды поможет избавиться от дрозофил. Напавший на грядки с перцем долгоносик исчезнет, если неделю поливать перцы раствором 50 мл спирта на 1 ведро воды. Проволочник на перцах пропадет, если вылить под каждый кустик 0,5 литра раствора 10 мл нашатыря на 1 ведро воды. Сложнее избавиться от ли. Для этого в 1 литр кипятка растворят 100-200 грамм хозяйственного мыла и смешивают с 50 мл нашатыря. Кусты опрыскивают, а если вредитель вернулся, повторяют через 2 недели. Важно! Во время обработки нашаты не проникает внутрь плода, будет достаточно просто помыть синяньки обычной водой перед приготовлением блюд из него. Быстро восстанавливает растение первый раз нашаты для рассады перца и использует после появления четвертого листа. Готовят раствор 1 чайная ложка 25% раствора нашатыря на 1 литр воды и поливает рассаду под корень, избегая попадания на зеленые части. После высадки в грунт нужно удобрить другим раствором 3 ст. ложки нашатыря на 1 ведро воды и полить, избегая попадания на листья стебель. Для опрыскивания растений делают раствор из 50 мл нашатыря на 1 ведро воды. Большая часть аммония уже в воздухе превращается в азот и улетучивается. В таком виде аммиак для перца отпугивает слизни и усиливает рост растения. Полив перца раствором нашатырного спирта. Мера предосторожности. Аммиак вреден для здоровья. В организм он может попасть во время вдоха, а также впитывается через кожу и слизистые оболочки. Пары нашатыря в большом количестве могут повреждать поверхности предметов, портить изоляцию проводов и вызывать растрескивание различных покрытий. Поэтому применение нашатыря для приготовления растворов для томатов и перца желательно на улице. Кроме этого, нужно использовать средства защиты, респиратор, очки, пластиковый фартук и латексные перчатки. Важно, опасно превышать дозировку полива. Это приведет к лишнему разрастанию овоща и потерять свой насыщенный вкус. Если все сделать правильно, согласно инструкциям и правилам выше, урожай болгарского перца не заставит себя долго ждать. Главное, быть очень осторожным в работе с нашатырным спиртом. Средство отменное в удобрении, но опасное в использовании, поэтому нужно соблюсти все меры безопасности. Продолжение следует...